Балканские страны на протяжении всей своей истории славились футбольными талантами и с постоянством конвейера снабжали игроками топовые европейские клубы. Двое из них являются обладателями золотого мяча. Стоечков получил наивысшую футбольную награду в 1994, выступая за Барселону, а Лука Модрич в 2018, играя за Мадридский Реал. В наши дни ситуация не изменилась. Скауты из топ-чемпионатов продолжают шерстить балканский рынок и с сезона в сезон находят новые таланты. Несмотря на юный возраст, эти парни уже переехали в топ-чемпионаты и наверняка вырастут в суперзвезд. Включаем чувство скаута. Йосип Брекова. Воспитанник Загребского Динамо, вингер немецкого Вольсбурга, который уже три года выступает в Германии. В июле 2016 года за юного хорвата, Йосипу тогда, кстати, исполнилось только 18 лет, клуб в Нослиге заплатил порядка 10 миллионов евро. Главный козырь вингера – скорость. В юности Йосип считался едва ли не самым перспективным атлетом в беге на дистанции 800 метров. Он стал бы выдающимся бегуном, если бы остался в легкой атлетике, рассказывал его бывший тренер Славка Петрович. Но в итоге Брекова выбрал футбол и теперь с визуальной легкостью способен уйти от оппонента как на коротком участке поля, так и на длинной дистанции. Йосип правша. Но чаще всего действует на леммо фланге атаки, поэтому, получая мяч, он часто смещается в центр, чтобы в итоге нанести удар или выполнить обостряющую передачу. Особенно эффективно Йосип осуществляет такие смещения, оказываясь в ситуациях один в один. Он резкий, быстрый и отлично обращается с мячом. Поэтому в Вольсбурге Брекова чаще всего идет в обыгрыш и обладает самым высоким процентом успешных обводок. Совершая обыгрыш в центральной зоне, Хорват при этом способен на дриблинге ворваться и в штрафную соперника. Его резкие развороты и качественные перемещения между линиями дают Брекову большое преимущество финальной третьей атаки. Йосип эффективен в узких пространствах и способен подстраиваться под сложные мячи и выходить победителем из непростых игровых эпизодов, даже если зоны перенасыщены игроками соперника. Помимо того, что за 90 минут игрового времени Бреков является самым частым и самым эффективным игроком при обыгрыше один в один, он еще и самый бьющий игрок в команде. 4,1 удара за 90 минут. Что примечательно, большую часть ударов, 3,2, Йосип наносит из-за пределов штрафной. В нынешнем сезоне Хорват уже успел отметиться двумя голами в четырех турах и оба были забиты после ударов из-за штрафной. Основной недостаток, как и у многих индивидуально сильных футболистов, Йосипа это склонность передерживаться в мяч. Наглый, настырный и уверенный в себе Хорват старается в любом эпизоде принимать обостряющее решение, что временами выглядит спорно и рискованно с точки зрения тактической грамотности. Но Йосип еще молод и очевидно прибавит во многих аспектах, в том числе и в тактике. Хорват активно ворвался в текущий сезон. Если в прошлом году на его счету 3 гола и 4 ассиста в 27 матчах, то уже после пяти поединков текущего сезона в активе талантливого Хорвата 5 результативных действий, 3 гола и 2 голевые передачи. В ноябре 2018 года Йосип дебютировал в составе национальной сборной Хорватии, выйдя на замену в матче Лиги нации против Испании. И на данный момент имеет в своем активе уже 8 матчей в составе сборной. Бавария, Арсенал, Интер, Парусия в свое время не решились вложить в покупку игрока столько же денег, сколько инвестировал в Ользбург. Так что потом придется переплачивать. Вундеркинд номер 2. Никола Миленкович. Рослый сербский центральный защитник. Воспитанник белградского партизана. С июля 2017 года выступает в Фиорентине. За защитника ростом 195 сантиметров итальянцы в свое время выложили чуть больше 5 миллионов евро. До переезда в Италию серб провел 44 матча за партизан. Отметился четырьмя голами и одним голевым пасом. А также стал чемпионом Сербии, двухкратным обладателем Кубка Сербии, а главное вошел в список 30 лучших молодых игроков мира по версии Ля Козе Делла Спорт. Фанаты партизана назвали защитника «Черная скала» или просто «Блэки». И кажется, это прозвище не требует объяснений. Никола, кстати, красиво повращался с фанатами родной команды. Перед отъездом в Фиорентину в финальном матче Кубка Сербии против ненавистной цервенной звезды Миленкович забил единственный гол. Партизан — Цверная 1-0. Примечательно, что в новом клубе защитника поначалу ставили на фланг. В схеме 4-3-3 Никола действовал с правого края защиты. Несмотря на гигантский рост и то, что Серб никогда до этого вообще не играл на этой позиции. По итогам сезона 17-18 и в результате травмы игрока Шальки 0-4 Матия Анастасича, Миленкович, который изначально даже не был включен в список 23 игроков сборной Сербии на чемпионат мира 2018 года и не играл до этого в отборочных матчах, получил просто невероятный шанс заявить о себе еще громче в составе сборной Сербии. Что он, собственно, и сделал, став одним из лучших игроков сборной на турнире. Что коуч сербов отметил отдельно. Никола серьезно относится к каждой тренировке. Он стабилен, я вижу в нем нового видича. В сезоне 18-19 Никола окончательно застолбил за собой статус важного игрока с новой Фиорентины. 34 матча в чемпионате, все в старте и 3 гола. Что не менялось, это желание тренерского штаба задействовать серба с правого в обороне. Правый защитник 23 матча, центральный защитник только 15 игр. Отсюда главный козырь футболиста – универсальность. Серб качественно действует на обеих позициях, что объясняется высоким игровым интеллектом. Защитник отлично читает игру и выбирает позицию. А грамотный тайминг отборов позволяет демонстрировать эффективную оборону один в один. Несмотря на свои антропометрические данные, Серб не кажется медленным. Даже при высокой линии обороны Никола не позволяет сопернику уйти за спину, в том числе действуя на фланге. Миленкович производит впечатление игрока, который умело работает с мячом. Действует уверенно, с поднятой головой, способен замечать открывание партнера в передней линии и выполнять качественные вертикальные передачи, отрезая по несколько соперников. Но иногда защитник чересчур осторожен в пассе. И это, наверное, главный на данный момент его недостаток. В начальном отрезке прошлого сезона, по итогам трех игровых месяцев, Никола входил в число защитников, наиболее часто выполняющих передач назад. 6,2 за 90 минут. С учетом роста и хорошего по высоте прыжка, Миленкович является убойной силой в верховых единоборствах. Никола демонстрирует эффективную игру как в своей штрафной, так и в штрафной сопернике. В текущем сезоне Никола действует исключительно в центре обороны, являясь по версии Huskort.com лучшим игроком в защите фиалок. И он уже успел отметиться голом в дебютном туре. Фиорентино-Наполи 3-4. А в третьем туре в матче против Ювентуса, по данным Инстат, Миленкович вновь продемонстрировал идеальную игру, имея стопроцентные показатели успешности отборов и верховой борьбы и 82% успешных единоборств. 21-летний игрок имеет все характеристики, чтобы в ближайшие годы стать одним из лучших защитников в Европе. Это было чувство скаута. С вами Данил Радаев. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok